Программу представляет Дом эстетики и медицины «Формула». Наша специализация – снижение веса и уменьшение объемов тела. Запись на бесплатную диагностику 211 50 30. В эфире «Бьюти Тайм». Всем здравствуйте. В ближайшие 20 минут о жизни в самом красивом ее проявлении. Тема Хэллоуина находит свое отражение в моде не только в канун этого популярного западного праздника. Три концепции «острые» и «чертовски эффектные» сегодня предложили дизайнеры стильных решений. Творческие люди ищут вдохновение повсюду – в истории, традициях, природе и архитектуре, и даже на окраинах нашей Вселенной. Но именно сегодня дизайнеры стильных решений вдохновились мистическими образами. Современная ведунья – тренд, набирающий обороты, показывает нам одну из множества граней женщины, черпающей энергию из природы, обрядов и ритуалов с ней связанных. Образы, выполненные из бархатистых и текучих материалов, слегка выцвивших тонов и стертой до полупрозрачности тканей, словно пропитаны временем. Наряд лесной нимфы – это сочетание бархата с замысловатым рисунком, напоминающим оперение диковинной птицы. В качестве украшения – репсовые ленты и объемные вышивки, расшитые стразами из стекляруса. Рукава и нижняя юбка выполнены из кордового кружева. Идею можно реализовать в бархате и кружеве другой цветовой палитры – однотонной или принтованной. Образ гламурной утонченной прорицательницы воплощен в платье А-силуэта из тяжелого чернично-фиолетового шелка. Черная сетка с вышитыми розами добавляет идеи драматичности и таинственности. Чокер в виде совы, расшитой бисером, выполняет функцию оберега для своей хозяйки. Для данной идеи подойдут ткани с легким блеском для нижнего слоя и кружевая или шелковая сетка, расшитая растительными узорами для верхнего. Декоры из бисера и стекляруса в виде насекомых, змей или лягушек зададут нужное мистическое настроение. А это мифический ворон, раскинувший свои расшитые пайетками крылья на платье из кашемирового букле. Мифическая птица – центральный элемент наряда современной ведуньи. Шелковая бахрома, сетка и деликатное мерцание стразов усиливает идею. Для воплощения образа идеальны ткани необычных фактур, глубоких насыщенных оттенков земли, воды и деревьев. И, конечно же, тематические украшения. Мода – это прекрасная игра, которая позволяет воплощать все творческие фантазии и самовыражаться. Только забавляясь мистическими образами, важно не перейти ту тонкую грань, где заканчивается игра в платье и начинается заигрывание с настоящими темными силами. Это Beauty Time, программа о том, что делает нашу жизнь яркой. Продолжаем выпуск. Тенденции, которые формулируют модные эксперты, трансформируются в зависимости от погоды, личных предпочтений, возраста и ситуации. Своё видение моды «Осень-зима 17-18» представляют специалисты салона одежды «Роман Ка». Наша команда «Роман Ка» с удовольствием подберёт вам образ в любом стилевом направлении. Наша одежда предназначена для девушек и женщин и стандартных, и больших размеров. Замши и бархат – фавориты этой осени. Представлены в романтичной модели платья сложного горчичного оттенка, а также в элегантном костюме серого цвета. Пижамный стиль расслабленный и порой провокационный, по-прежнему любим модными дизайнерами и их поклонницами. В сдержанных оттенках и украшенные кружевом такие костюмы выглядят достойно, не говоря уже о том, что в них очень комфортно. Это же относится и к костюмам в стиле спортшик. Платье оверсайз – лидер модных предпочтений уже не первый сезон. Свобода стиля и свобода кроя, комфорт и непринужденность. Преимущества одежды оверсайз не вызывают сомнения. Один из оттенков этого сезона – красный гренадин. В этой коллекции встречается в экстравагантной подаче. В таких моделях вы точно не останетесь незамечены. Ну и несколько идей на тему женственности. Платья, декорированные кружевом, рюшами, сеткой и другими невесомыми материалами. В общем, выбрать есть из чего. Разнообразие дизайнерских идей свидетельствует о том, что этот модный сезон не должен быть скучным. Мода как увлечение – источник дохода и образ жизни. О личном и профессиональном, типичном и нестандартном. Об истории развития, прогнозах и перспективах моды в Челябинске рассказывают те, кто ее создает. Это невозможно не любить, если ты здесь работаешь. И невозможно работать, если ты не любишь. Если бы мы просто стригли и красили волосы, не думаю, что парикмахеры были бы так успешны. Я, когда своих клиентов не вижу в своих вещах, меня очень это беспокоит. Думаю, неужели эта вещь не любима? Неужели она ей не подошла? Проект команды «Бьюти Тайм» – мода как бизнес. Смотрите на 31 канале. Детский благотворительный фонд «Андрюша» представляет «Голос без границ». Концерт Игоря Монаширова. От классики до джаза. 24 ноября. Концертный зал имени Прокофьева. Заказ билетов 235-75-55. Холодно? Ткани тесуры согреют тебя. Салон тканей «Тесура» на Тимирязево, 26. Вы смотрите «Бьюти Тайм» далее в выпуске. Несколько идей для обновления сезонного гардероба. Определенно, рубашки – самый лучший вариант одежды для рабочих будней. Однако сегодня, чтобы выглядеть современно, необходимо пересмотреть свое отношение к этому предмету гардероба. Классические однотонные актуально заменить на характерные, с ярким необычным дизайном. К таковым можно отнести вышивки, например, цветочные. Подобные декоры – свежий штрих для классической однотонной рубашки. Абстрактные или этнические принты – тема до последнего оставалась нишевой. Сегодня ее включают и в деловые капсулы. При условии, что они представлены в сдержанной цветовой гамме или встречаются в отделке. Еще одна яркая идея – пижамная тема. Принт с широкой полоской, будто с мужского плеча, подают с облегающими леггинсами и высокими каблуками. И если говорить подробнее о крое, тут наряду с асимметрией по-прежнему в почете оверсайз. В применении к рубашкам тенденция эта прослеживается в расширенной линии бедер. Это эффектная стильная альтернатива классическому решению белый верх – темный низ. Блуза или рубашка чаще всего выглядят сложнее и дороже в сравнении с демократичными топами или футболками. Потому на эту категорию одежды стоит обратить свое внимание. Обслуживание в салоне красоты в идеале гарантирует клиенту определенного уровня сервис, а также стандарты качества. Как все это реализуется в действительности, мы выяснили на примере обычной процедуры маникюра. Каждый из нас регулярно или изредка посещает мастеров ногтевого сервиса. Но многие ли задавались вопросом безопасности этой услуги? И отличается ли маникюр, выполненный в салоне, от того, что предоставляют на дому? Именно поэтому мы решили узнать об этой процедуре не по декоративному эффекту, а с точки зрения санитарно-гигиенических требований. Во всех уважающих себя школах на это отводится прям день, и мы разбираем именно систему стерилизации инструментов и обработки места работы. Если соблюдаются все санитарные нормы, то риск заражения или осложнения после процедур сводится к ногтю. Самый первый этап, это после того, как мы сделали какую-то процедуру, мы инструмент закладываем в ванночку с дезраствором на 30 минут. После этого мы промываем в проточной воде 3 минуты, высушиваем. Затем мы складываем в крафт-пакет, закрываем крафт-пакет и убираем сухожар. Слово «сухой», то есть это идет обработка сухим паром. Температура этого пара достигает 200 градусов. В сухожаре он находится час. После этого мы его достаем, и можно будет использовать. Или не использовать, но можно будет хранить в специально отведенном шкафу с ультрафиолетом. Если вдруг был пакет вскрыт и не использован, то можно его туда сложить, и он будет сохранять какое-то время стерильный инструмент. Также происходит дезинфекция рук клиента специальным раствором. У нас специально используются одноразовые салфетки. Мы всегда работаем в перчатках, в маске. Если это идет процедура педикюр, мы надеваем для себя шапочки, и у нас есть специальные халаты. Теперь можно будет приступить к работе. Одно дело, что требования существуют. Другое, выполняют ли их в полной мере. Гарантом качества и надежности салонов служит тот факт, что их услуги инспектирует Роспотребнадзор, он же СЭС. Ну и, конечно, репутация. В условиях жесткой конкуренции необходимо держать марку стабильно и на протяжении многих лет. Это «Бьюти Тайм» – программа о красивых людях и эстетичных увлечениях. Продолжаем выпуск. Говорят, что танго нельзя любить наполовину. Обычно тот, кто увлеченным, погружен в танец целиком и полностью. При этом неважно, какой дорогой он к этому пришел. В начальной школе я начал танцевать больные танцы. И так получилось, что попал в компанию «Галла Дэнс», где, собственно, и начал танцевать аргентинское танго. Это было 10 лет назад. А углубляться я начал после того, как, естественно, как обычно это бывает, женщина меня увлекла. Я танцевала разные направления. Я закончила хореографическое училище. И все-таки танцевать в паре – это намного приятнее. Но для меня это самое приятное танцевание, я считаю. Мастер-классы в танцевальном клубе «Галла Дэнс Риверсайд» представляют звездные гости. На счету у Дмитрия и Сагдианы победы в престижных профессиональных конкурсах. Но могу вам сказать так, что предела абсолютно точно нет. И я уверен, что в 94 я, наверное, тоже буду танцевать танго. И буду продолжать открывать для себя какие-то новые хитрые вещи. И мне будет казаться, что, наверное, мой шаг несовершенен. Можно добиться большей флюидности, большей мягкости в шаге или чего-то еще. Процесс обучения – это отдельная тема. Не менее интересная, чем сами выступления. Скажу вам так. Во-первых, сама суть танго – это танцевать с любым партнером. То есть танцевать не только со своим партнером, а танцевать в принципе с любым партнером. Поэтому, длинному взгляд, лучше заниматься с разными преподавателями и искать, так сказать, свое танго. В аргентинском танго я новичок. Для меня любая информация, она ценна и нова. Но сегодня мы особо вот уделили, первый раз очень серьезно, это музыкальности. В аргентинском танго, это именно как именно в паре. Уча дыхание, уча намерение, чувство ритма общего. Какой человек, такой и танго. И это очень интересно, потому что личностей очень много, стран очень много, воспитанные, так сказать, людей очень по-разному. Кеммунитет людей разных. Аргентинцы танцуют, они такие достаточно теплые, открытые, отзывчивые. Иногда, конечно, не всегда, может быть, с хорошим посылом, так сказать. Но все-таки очень приветливые, поэтому объятие, то есть то, что важно как раз в аргентинском танго, оно очень открытое, дружелюбное, приветственное. Но и тоже это, в этом есть какая-то настоящая эмоция. Настоящее танго, оно разное, как отношения мужчины и женщины. И, наверное, поэтому эта национальная история стала интернациональной. Элегантный дизайн новой коллекции и неизменно высокое качество, за которое вам так нравится польская одежда на Сони Кривой 30. Для тех, кто ценит красоту и время, клиника эстетической медицины Максима Клиник представляет уникальные аппаратные технологии за один час, красота и здоровье с максимальным комфортом, консультация в подарок плюс приятный сюрприз. Телефон для записи 200 ровно 33 95. Вы смотрите Beauty Time. Красивые подробности красивых событий в формате no comment в завершении выпуска. Красивые подробности красивых событий в футболе с идеями. Красивые подробности красивые, чтобы поставить струбол 1-2-2-3-3-2-1-4-4-2-3-5-2-3-4-2-4-4-5-8-1-4-5-4-4-5-3-4-5-3-5-4-4-5-4-4-4-5-7-4-5-6-4-7-5-4-5-6-5-2-5-4-4-5-5-5-6-4-6. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...